Здравствуйте, меня зовут Короликов Андрей Владимирович. Мы находимся с вами в ЛИТИ. Я являюсь специалистом в области микротехнологии и микросистемной техники. И постараюсь вам немножко рассказать об этом направлении. Если вам это покажется интересным, то мы эту информацию можем обсудить на форуме. Я готов ответить на ваши вопросы. Микротехнология – это способ производства каких-то микроизделий, микроконструкций, которые в дальнейшем могут быть использованы не только в микроэлектронике, но и шире в микросистемной технике. Микротехнология – это, конечно, способ и средство для того, чтобы сделать какие-то миниатюрные конструкции. Как это делается? Ну, наверное, для того, чтобы это понять до конца, нужно, наверное, проучиться 5 или 6 лет в университете и разобраться в этом достаточно подробно. Ну, в целом, процесс, конечно, основан отчасти на каком-то фотографическом процессе, связанном с уменьшением размеров, таким образом, что мы можем сделать изделия достаточно маленькими размерами и сделать их одновременно на большой пластине, эти изделия. Тем самым объясняются их действительно маленькие размеры и дешевизна конструкций, потому что одновременно их производится достаточно много. Ну, обычно такими способами делается микросхема, как вы знаете, наверное. И сейчас нормы разрешения, позволяющие добиться очень действительно маленьких конструкций и маленьких размеров транзисторов, которые входят в эти элементы, ну, они достаточно миниатюрны и далеко шагнули вперед, эти технологии. Но оказалось, что с помощью таких же технологических процессов, которые сейчас называются микротехнологиями и нанотехнологиями, можно делать не только электронные компоненты, но можно делать и компоненты совершенно иных каких-то физических принципов работы. Например, механические конструкции, которые изгибаются, гнутся, как-то двигаются. То есть это вот, как называли, микромеханика или микроэлектромеханика, мемс-компоненты. Можно делать тепловые системы, которые излучают тепло или излучают даже настолько ярко, настолько жарко, что даже излучают свет в этой области. Можно создавать различные датчики, которые преобразуют энергию различной физической природы в электрические сигналы. На этом принципе основано достаточно большое количество датчиков. И, наверное, микросистемная техника главной своей целью ставит именно создание и разработку датчиков в первую очередь. Давайте я попробую рассказать тогда про некоторые наши результаты, которые были получены в результате проведения работ в области микросистемной техники. Поскольку я говорил о том, что микросистемная техника, объекты микросистемной техники являются не только объектами, связанные с электроникой, а с механикой, с другими какими-то проявлениями физических таких эффектов. Вот одна из таких наиболее, может быть, интересных представительных работ, которые позволяют нам увидеть воочию именно эти результаты, ну и, может быть, даже, может быть, просто легче показать эти результаты, она связана именно как раз с разработками, созданием каких-то элементов робототехнических систем. То есть роботов. Какая главная задача роботов? Чтобы он был автономным, независимым и двигался. Но двигался не просто куда захочет, а двигался туда, куда, в общем-то, нужно, куда ему указано двигаться. Поэтому, вообще говоря, у роботов должна быть определенная какая-то связь с внешним миром, должна быть какая-то энергия для того, чтобы двигаться, и главное, чтобы это было движение осуществилось. И для того, чтобы осуществить вот это движение, нужно, конечно, очень эффективный движитель. А движитель, они известны, колесо человек достаточно давно изобрел, но на микроуровне, оказывается, это не очень эффективно. И вот создание каких-то движущихся систем на микроуровне, это вот одна из таких любопытных задач. То есть движители или микродвижители, так называемые. Вот, ну, например, вот, наше внимание привлек среди прочих различных вариантов конструкции, которые можно было использовать, вот такой материал, он находится в жидкости, почти что как живой объект. Вот, и он оказался наиболее эффективным. То есть этот материал ранее использовался для других совершенно задач, ну, например, для создания ионно-обменных мембран, и вдруг оказалось, что при приложении напряжения к металлизированным обкладкам пленочки, он начинает двигаться, изгибаться. Почему он изгибается? Он изгибается потому, что при движении ионов в материале он увлекает за собой жидкость, эта жидкость создает давление с одного края электрода, и, соответственно, пленочка, она изгибается. И это происходит буквально с совершенно небольшими напряжениями и небольшой энергией. То есть вот этот механизм изгиба, механизм движения оказался наиболее эффективен с точки зрения именно энергетики. А энергия, именно эффективность ее использования для микророботов является, можно сказать, задачей номер один, потому что элементы питания, они достаточно тяжелы и требуют само по себе достаточно много энергии, чтобы их переносить. То есть, как правило, если мы создаем робота весом 2 грамма, то 1 грамм является элемент питания. А вот такие элементы, которые изгибаются и движутся по действиям не очень большой энергетики, они являются как раз очень предпочтительными. И в перспективе планируем создать из них уже не просто, которые колеблются туда-сюда, а уже которые целенаправленно перемещаются. Они могут, можно создать их уже в какой-то миниатюрном исполнении, можно создать в интегральной конструкции, можно создать множество этих роботов. Но в том числе они могут изгибаться и не только переползая как-то, но они могут и в том числе и размахивать крылышками. То есть в перспективе могут и летать. С точки зрения эффективности оказалось, что чем меньше размер этого чипа, тем он более эффективнее работает, он больше прогибается, меньше энергии тратит на свое перемещение. И, конечно, мы получаем возможность создания миниатюрных элементов, которые являются миниатюрные таракончики, миниатюрные мушки, которые могут летать. Вот применение таких элементов, оно оказывается довольно интересным, любопытным. Для чего можно применять такие микророботы? В первую очередь, не то, что для развлечения публики, для создания каких-нибудь миниатюрных рыбок, но интерес, например, в области технологий, близких к военным технологиям. Или для технологий, которые связаны с получением информации. Потому что известны, например, элементы, такие микрокоптеры, которые с помощью вертолетики, которые летают, создают довольно интенсивный шум сам по себе. То есть его всегда видно, что он летит. А вот машущие крылышками такие искусственно сделанные насекомые, они, конечно, шум создают меньше, и они являются более незаметными. То есть идея скрытного получения информации с помощью вот таких систем, скрытного перемещения, она как раз очень востребована именно в сфере военных технологий. Ну вот мы с вами находимся в наших технологических помещениях, в чистой зоне, где, собственно, производятся как раз технологические процессы по созданию наших микроконструкций, микророботов. Частота здесь, безусловно, необходима, потому что у нас объекты, которые мы создаем, они очень маленькие, любая пылинка может нам этот процесс нарушить и испортить все наши конструкции. Поэтому действительно требуется определенная частота, и люди здесь бывают не только в халатах ходят, но и даже в специальных комбинезонах. В помещениях еще большая частота. Мы действительно предпринимаем достаточно много усилий для создания вот этих наших миниатюрных конструкций, микророботов и датчиков различного назначения. И вот в процессе работы, в процессе разработки нашей конструкции очень часто встает проблема, связанная с эффективными источниками питания для миниатюрных систем. Поэтому у меня вот к вам вопрос. Может быть, у вас есть какие-то идеи, может быть, есть решения, как сделать так, чтобы в микророботы можно было встроить более эффективные источники энергии, не обязательно батарейки, может быть, какие-то использующие внешние какие-то источники. Если у вас появится какой-то интерес к этой работе, появится решение, то мы ждем ваших ответов на форуме. Со школьной скамьи мне всегда нравилась физика, и наиболее понятный раздел, который в этой физике нравился, конечно, это был механика. Он был понятен, мне хотелось заниматься какими-то механизмами, машинами. Ну уж так судьба сложилась, что поступил в ЛИТИ, и долгое время какой-то сожалел об этом, хотел перейти в другой ВУЗ, хотя многие говорили, что ничего, начнешь заниматься, привыкнешь и понравится. Ну вот так судьба сложилась, что со временем постепенно стал заниматься даже не электроникой, а уже микромеханикой. То есть тоже вернулся к тому, что хотелось заниматься, но уже на другом несколько уровне, на стыке этих направлений. Вот так, видимо, иногда получается, что все равно рано или поздно ты приходишь к тому, к чему стремишься. Поэтому, может быть, и не надо бояться, может быть, тех промежуточных этапов, которыми проходишь, это все полезно, это все пригодится в жизни, на самом деле, оказывается. Ну и вот, как говорят наши выпускники, которые закончили ЛТИ и работают, может быть, не всегда в тех направлениях, которые изначально планировалось, они говорят так, что если вы не гуманитарий, если у вас есть какое-то стремление заниматься техникой или техническими какими-то науками, практической направленности, то вы всегда здесь найдете себе место, всегда есть направления, которые будут отвечать вашим интересам. Так что ждем мы вас здесь, добро пожаловать в наш ЛТИ, где всегда найдется для вас интерес на тематике и область проложения ваших творческих планов.